итак друзья новый день всех приветствую на моем канале и сегодня мы с вами отправляемся в путешествие из Калифорнии из Лос-Анджелеса в город Спокейн который находится в штате Вашингтон маршрут где-то 1500 миль мы будем ехать с вами два дня и за эти два дня мы будем проезжать просто красивейшие места мы снова проедем через Лас-Вегас, Неваду, через Юту потом поднимемся наверх и потом через Монтану попадем в Вайтаха и потом приедем в Вашингтон вот такой вот у нас маршрут а сейчас я нахожусь в горах в Калифорнии и здесь просто какой-то млечный путь потому что я заехал в небо друзья это не туман это друзья облака потому что чем выше я поднимаюсь тем гуще и гуще становится дымка очень классно мне нравится красиво покидаем мы с вами Лос-Анджелес с чувством выполненного долга потому что вчерашний день я повторять больше никогда не хочу и возвращаться в Лос-Анджелес не хочу не буду потому что это жопный город так вот едем мы с вами и едем ну что друзья мы с вами подъехали опять к этому ущелью это Аризона друзья из нее я уже выйду в Юту и по Юте я поеду наверх по 15 хайвею до самого севера и так доеду до Вашингтона просто офигенно друзья горы это нечто офигенно мне очень нравится да я напомню еще раз что мы находимся рядом с Гранд Каньоном поэтому здесь такой ландшафт это место практически ну это и есть Гранд Каньон просто это его так приграничные территории скажем так поэтому здесь и цвет песка такой и вообще ландшафт такой и архитектура вот этих скал очень все похоже на именно на Гранд Каньон ну вот что это не Гранд Каньон в общем друзья сейчас мы поднимемся вот по этому вот подъему и когда мы заедем в штат Юту то там скорее всего опять начнется снег я уже снег отвык потому что я был в Лос-Легасе в Лос-Анджелесе там было тепло и здесь даже еще в Аризоне снега нет но там наверху сто процентов будет снег поэтому едем готовимся к снегу смазываем лыжи и надеемся на лучшее все друзья мы с вами на финишной прямой прямо в Юту сейчас где-нибудь там минут через две-три появится снег а у вас пройдет всего секунда вау ребяточки я нахожусь сейчас в горах в штате Юта на улице снег туман и температура минус 1 мы с вами продолжаем ехать на север в сторону шоссе под номером 90 и по нему я уже поеду в собственном Вашингтон вот такая вот атмосфера за бортом попал на северный полюс короче еду что ребяточки мы находимся с вами в Айдаха это такой штат есть на северо-западе США короче проехали горы но впереди еще будут огромные тоже горы и я туда еду сейчас время 11.55 дня и мне осталось ехать где-то 6 часов потом я лягу спать и уже завтра ночью доедут до конца в штат Вашингтон а я собственно говоря во первых хочу сделать объявление я создал телеграм-канал по просьбе желающих в общем в этом телеграм-канале можно будет немедленно со мной связаться узнать какие-то интересующие вас вопросы в общем если вы ищете работу или что-то у вас есть вопросы по поводу получения прав на трак или обычных прав в общем по всем вопросам которые я могу вам помочь я могу вам ответить там но друзья не забывайте также писать комментарии под моими видео потому что я не хочу чтобы из-за телеграм-канала пострадала мой youtube канал поэтому давайте ни в обиду ни вне ни вам пишите комментарии в ютубе и потом задавайте вопрос в телеграме в телеграме уведомление приходит сию секундно и я смогу отвечать вам в реальном времени в общем ссылочка на телеграм-канал будет в описании под всеми видео с этого момента и еще второе что я хотел сказать это друзья мне нужна ваша помощь в распространении моих видео поэтому пожалуйста ребят кому не трудно сделайте репост в свои социальные сети раскидайте их просто куда попало друзьям сделайте рассылочку я очень вас прошу потому что своими силами развитие идет очень медленно и я как бы стараюсь делаю видео но охват зрителей очень маленький и ну в общем для мотивации я вас прошу сделайте это сделать мне подарок и сделайте мне приятно спасибо друзья я надеюсь вы мне поможете а мы с вами снова заезжаем на вейт-стейшн эти штаты они такие суровые тут все вейт-стейшны нужно обязательно заезжать вот собственно говоря сам вейт-стейшн там много траков проезжают через весы сейчас мы вот так вот круганем и тоже попадем туда поставлю вас здесь ну вот собственно и все друзья мои у меня перевес на переднюю ось 450 паундов представляете это у меня еще баки пустые мне сейчас нужно будет заправиться это будет пипец 600 паундов будет перевес но как видите я раньше переживал за 150 паундов перевеса на переднюю ось а теперь я понял что они на это внимание это не обращают вот так вот ездю с перевесом через вейт-стейшн взвешиваюсь и все нормально никто еще меня за перевес на переднюю ось не нахлобучивал погода шепчет просто ребяточки смотрите какая красотища такие пространства такие просторы офигеть просто но мнимая свобода конечно все таки присутствует потому что кажется что вот она свобода но посмотрите вот сюда и вы увидите маленький заборчик который идет вдоль дороги и он бесконечный нету такого места где вы можете остановить машину и пойти куда-нибудь в горы залезть нету такого места везде будет забор здесь там в горах везде на скалах на реках он везде потому что я не знаю почему может быть это частная территория и америка вся распроданная уже давным давно может быть это просто от животных сделали но подозреваю что туда лазить нельзя забор просто так не ставили мы с вами друзья находимся сейчас в штате монтана вот сейчас он где-то начинается вот здесь вот после этого перевала едем дальше на север все холоднее и холоднее на улице сейчас около минус десяти но погода просто кайфовая просто кайфовая еду и просто налюбоваться не могу на эти красоты а вот собственно говоря и коровы вы видите эту шеренку уникальные животные они как солдаты просто строевым шагом стройный колонны идут куда-то там пазмищат ну вот я о чем говорил видите на улице очень холодно сейчас уже минус восемь но все равно это холодно представьте они голые они же голые они же ну замерзнут заболеют кашить будут потом молоко невкусное дадут я не знаю но я не видел в россии зимой на улицах коров здесь они гуляют такие вот дела очередной вейт стейшн друзья мои заезжаем у меня перевес 450 паундов помните да посмотрим что будет в этот раз вот видите друзья этот зеленый светофор он загорается красным и мне нужно остановиться чтобы они взвесили раз остановился теперь если все нормально то они включают зеленые я еду дальше если все плохо он у меня все плохо загорелся красный свет сейчас меня будут нахлобучивать надеюсь я смогу отмазаться что блин у меня перевес что делать сейчас наверное мне порвут заднюки такие вот дела плохо все плохо я довольный ехал что меня на том вейсдейшне не остановили а здесь видите как пойдем разбираться друзья шопа я попал на инспекцию первого класса и он сейчас ходит короче вместе со мной включает все опять опять фонарики опять тормоза опять короче вот это вот все я переживаю насчет перевеса только насчет перевеса вот видите чувак зеленые одежки простукивает колеса проверяет давление смотрит тормоза короче 5i надо делать друзья не запускайте это дело надеюсь у меня все будет нормально потому что все поджилки трясутся короче так хорошо ехали ничего не предвещало беды и зачем это все нужно просит меня включить левый поворотник теперь правый поворотник тормоза теперь тоже самое друзья будем делать с той стороны просто кивит колеса молоточком специальным мало того что на улице холодно мне еще и страшно я весь трясусь как бабка какая-то бабка при смерти в конвульсиях бьюсь короче друзья погнали вовнутрь сейчас я делал все документы я там не буду снимать потому что опасно потом расскажу вам как все будет ну что друзья короче меня пропустили мне сделали второго левела инспекцию и меня пропустили дальше то есть мне не дали никаких нарушений хотя проверяли абсолютно опять все нет тот раз я был на первом левеле инспекции когда в гараж специально загоняли там механик проверяет а это второй левел когда прямо на дороге инспектор вот этот который сидит вот этот вот в погонах он приходит и вместе со мной мы проходим весь трак и проверяет он проверил у меня логбук наличие бумажного логбука короче залез в трак сделал так оглядел нету или у меня здесь алкоголь или что то еще я сказал проверил треугольники мои вот эти вот аварийные в общем не дали мне никаких нарушений я снова заработал 300 долларов напоминаю что за каждую чистую инспекцию компания ауил платит 300 долларов и еще вам напоминаю что это уже четвертая чистая инспекция к ряду если у меня будет пятая чистая инспекция то мне дадут бонусом 300 долларов то есть за каждую инспекцию по 300 долларов если пять чистых к ряду подряд то бонусом просто сверху еще 300 долларов надеюсь эта череда не закончится потому что будет просто паршиво проиграть на последнем рубеже, на последнем этапе, на последней ступени, поэтому я сейчас еду, это штат Монтана Монтане всегда останавливают на вейстейшнах и этот чувак сделал мой день просто лишние бабки никогда не помешают, да, понервничал снова, да, напрёкся, да, помёрз но есть люди, которые в месяц только зарабатывают серьёзно говорю, есть такие люди просто 300 долларов за полчаса а я ему говорю, смотри какая у тебя здесь красота вокруг, ты работаешь в раю он говорит, где ты видел такой рай я говорю, слушай, я из России, говорю я люблю снег, ты, посмотри ты в раю работаешь, он говорит, что Россия это рай, короче осадил он меня жёстко, ну ладно в общем, красивые места, я просто сделал ему комплимент, хотел так сказать, расслабить атмосферу ситуацию, но нормальный мужик оказался поржали с ним и он меня отпустил, фух выдохнул, выдохнул и поеду дальше, друзья, потому что если бы он сейчас мне всё испортил, это было просто, я ехал, в таком хорошем настроении был всё было отлично, и тут вот это вот всё но, но, всё отлично, поэтому гоним дальше ох, и поднял мне этот чувак сегодня настроение ребят, мы с вами находимся в Монтане вы посмотрите вокруг, какая красота тысячи километров вокруг нету вообще населённых пунктов никаких городов тут, блин, вот, вот, тупо пустыня горная вот смотрите, в пустыне в горной вот такой вот маленький закуточек для дальнобойщиков и для тех, кто едет по дороге туалет есть, парковка, даже для инвалидов есть, там какой-то гараж стоит, мусорки есть в общем, понятно, что это не особо приятное место, ну, по сравнению с другими, но я напоминаю вам туалет имеется туалетная бумага имеется просто, представляете здесь никто не живёт здесь только снег, вечные горы, вечная мерзлота и вот даже на таком вот отшибе вот в такой вот местности, где мало кто ездит, вы посмотрите на дорогу просто вы вспомните дороги на восточном побережье, возле Чикаго возле Нью-Йорка, что там творится там, постоянно пробка на дороге здесь просто никого нет и всё равно сделали для людей сделали по-человечески чтобы все чувствовали себя нормально и хорошо кайф, скажите просто кайф я один никого нет я довольный 300 долларов заработал за полчаса он проверил просто всё у меня на траке все фары, все лампочки, колеса все тормозные шланги проверил здесь какую-то фигню залез даже представляете, он проверил цвет дизеля вот просто вот, ну я что отвечаю за цвет, мать его, дизеля я, блин, какой дизель есть на заправке такой заправляю что он проверяет давайте ещё, я не знаю цвет выхлопа проверим или ещё что цвет воздуха в колёсах это же дикость какая-то короче, проверил цвет дизеля проверил здесь всё туда пошёл, назад там всё проверил я думал, он сейчас ещё и откроет трейлер нахрен, внутри проверит чтобы я там, не знаю, не людей вёз но, очень серьёзная была проверка тут он прошёлся, всё посмотрел чего хотел от меня, непонятно самое главное, что я у него спрашиваю причину остановки ну, как бы, я говорю почему из всех, кто проезжает через ваши весы вы остановили именно меня и он говорит а у тебя перевес на передние колёса но штраф он мне не дал за это ну, то есть странная система как бы перевес 400 там с чем-то паундов он меня тормозит за то, что у меня перевес а штраф за это не даёт вот идите мне, объясните просто как это работает но он сказал, что ну, твой перевес не настолько ну, не настолько важен и ну, не настолько много ты и перевесил вот если бы у тебя было 13 тысяч паундов, например то это уже да тут мы бы с тобой поговорили а так он говорит я просто тебя остановил за то, что у тебя перевес в общем когда у тебя перевес, друзья даже на чуть-чуть я напоминаю, что разрешённая масса 12 тысяч паундов но если у тебя там чуть-чуть перевес то это уже будет поводом для остановки и поводом для полной инспекции трака ваших локбуков ваших документов всяких бил оф лейтингов регистраций и так далее поэтому если вы не хотите вылетать на вот эти вот инспекшены потому что без причины они не останавливают они не остановят вас если у вас с весом всё нормально если они видят что у вас все фары горят исправно что ну, короче как только они находят какую-то малейшую малейшую нарушение видимое а у меня оно было потому что у него на весах показалось, что у меня перевес то они вас обязательно остановят потому что из всей толпы кто едет без нарушений их останавливать не за что а к вам можно докопаться Даже они вам не дадут штраф Но если бы он нашел какую-то херню у меня в тормозах Или какое-то колесо было бы спущено Или лампочка не работала Или с локбуком были бы проблемы Он бы мне дал штраф за то Вот за то, что у меня были какие-то другие нарушения А поводом к тому, что он меня проверил Было всего лишь то, что у меня перевес Понимаете? Поэтому если вы не хотите влетать на эти проверки То следите за всем За своим весом За своими лампочками Дадите им малейший шанс вас остановить Они вас остановят Вот как было у меня И на моем примере вы это все видели Короче, жесть Но я доволен Едем дальше Вау, ребят, смотрите Северно-Ледовитый океан Вот такой вот, друзья Северно-Ледовитый океан Да шучу я, конечно Какая-то просто Большущая лужа замерзшая Но нереальные красоты, согласитесь Еще бы тут ледники были где-нибудь наверху И было бы вообще Не отличишь от Антарктиды Ну да ладно Понятное дело, что это не Северно-Ледовитый океан Потому что я географию знаю И он находится где-то рядом с Бразилией Гоню дальше Скоро уже будет въезд в штат Вашингтон Но до туда я сегодня вряд ли доеду Потому что у меня осталось всего 5 часов драйвинга Короче, наверное, не доеду до туда Так, ребятня Я, короче, остановился на Рестерии Между Монтаной и Айдахо, короче В Айдахо говорят, перекрыты дороги Поэтому я не стал дальше ехать Тем более налогбук закончился Поэтому буду спать здесь Но тут проблема в чем Что здесь нету ни Wi-Fi на этой Рестерии Не ловят телефон Абсолютно вообще Они тут так деньги зарабатывают Вот есть таксомат Или как он называется Короче, телефон за 50 центов Можно позвонить Вот так вот делают бизнес Короче, сделали место, где нету связи И даже Wi-Fi не поставили Короче, все как обычно Понятно Бизнесмены от бога Короче, Рестерия вот такая вот обычненькая Спокойненькая Сейчас посмотрим Какой там туалет Вот такое вот помещение С лавочкой Какая-то информация о штате Карта на всякий случай Кто не умеет пользоваться телефоном А, ну потому что тут интернет не ловит Вот, пожалуйста Можно посмотреть В какой дороге ехать дальше Выбираешь себе туалет Заходишь сюда Что здесь мы видим Мужской туалет Раковина, писсуар Манитаз Пеленальный столик Короче Есть все Также есть фонтанчик Можно взять бесплатную какую-то газетку Везде висят вот такие вот На всех Рестериях В Монтане висят вот такие вот бумажки Написано Если ты чувствуешь себя рабом То позвони по этому телефону Не будь рабом Будь свободным Написано, видите Короче, вот такая вот Рестерия Сейчас почищу зубы Умоюсь И пойду, собственно говоря, спать А завтра мы с вами продолжим путь Мне осталось всего лишь 2 часа Доехать до Деливери И все на этом Доеду до туда Разгружусь И потом уже будем думать Что делать дальше Все Спокойной ночи Утро доброе, ребят На дворе 6 утра Я в горах Вайдаха Перекрыл дорогу В общем, здесь пробка Небольшая Она очень-очень-очень плотная Видите? Вот она здесь уже заканчивается Но стоим плотничком И в общем, я подъезжаю на эту пробку Все дружно стоят в правом ряду И никуда не рыпаются Я тоже встал в правом ряду И стоял с самой последней Потом какие-то умники Начали сзади меня Из правого ряда Перестраиваться в левый И ехать туда Вперед Потому что левая полоса свободная И эти люди почему-то думают Что они лучше других И лучше остальных Им нужно быстрее Им нужно сильнее В общем Я таких парочку пропустил И потом тупо вывернул в левый ряд И встал И вот уже минут 10 Стою в левом ряду Договорились вот с этим вот Дальнобойщиком Что будем ехать вровень И все Будем ехать с ним вровень Пока не доедем Собственно говоря До аварии Или что там такое Потому что Смысла нету Понимаете Ехать в этом ряду Я сейчас тоже могу Проехать в этом ряду До конца До самой аварии Потом в наглую влезть А все вот эти вот люди Которые стоят в правом ряду Они отсюда никогда в жизни Тогда не уедут В таком случае Потому что Так делать некрасиво Все стоим в одной пробке Каждый кто подъехал По очереди должен будет Проехать через ту аварию Поэтому Я стою здесь Я держу весь поток Все как приехали Так отсюда и уедут Не надо ребят туда подъезжать Те кто едет по левому ряду До самой пробки Потом эту пробку Увеличивают до невероятных размеров Потому что начинают Втискиваться в правый ряд Или наоборот Правый и левый В общем не важно Если все стоят в одном ряду Стойте пожалуйста В одном ряду Тронулись Видите Кое как ползут Впервые за 15-20 минут Правый ряд тронулся Вполне возможно Что мои действия Привели к тому Что наконец таки Вот эта колбаса Пришла в движение Потому что Если бы я не сдерживал поток То все бы ехали По левому ряду Там бы втискивались И правый ряд бы не поехал Никогда Поэтому я не понимаю Почему у американцев Не хватает наглости Или фантазии Чтобы перекрыть Просто левый ряд Может быть они супер правильные И это все таки Какое-никакое нарушение Правил я так думаю Но Я почему-то Этого делать не стесняюсь Не боюсь Даже если вдруг Что-то случится Я понимаю Что у меня не суперский английский Чтобы с кем-то Входить в перепалку Но Как говорится За правое дело Можно и вот таким вот заняться Полиция ездит Вот так вот Скажите детки спасибо Папа порешал ситуацию И все поехали А то бы ехали только слева А правый бы ряд Как люди второго сорта Бы стояли На конца дней своих А так все дружно По чуть-чуть Но все вместе Поехали Вот так вот друзья Напоминаете технику Ну вот и все ребята Я приехал Дверь номер 7 Моя Вот это вот Сейчас мы с вами Развернемся Припаркуемся Откроем двери И пойдем в офис С бумагами Чтобы нас разгружали Ребят смотрите какой туман Красивый Офигеть Это вот штат Вашингтон Сейчас я разгрузился там И еду здесь рядышком Следующий пикап Ну что ж друзья Будем с вами прощаться Я благодарю вас за просмотр Обязательно подписывайтесь Если этого еще не сделали Оставляйте свои комментарии Я обязательно на них отвечу Ставьте лайки И раскидайте по друзьям Разрепостите Короче Давайте распространим Информацию о моем канале Спасибо вам Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok